Итак, всем здорова! Рад снова приветствовать у себя на канале. А кто здесь первый раз, рекомендую подписаться. Сегодня мы посмотрим на компьютер за 1000 рублей с авито. И посмотрим, на что он способен и что же вы в итоге получите. Погнали! Вот он наш системничек. Наш артефакт. Наша реликвия. Бонусом, конечно же, идут царапинки на корпусе. Ну, совсем незначительные, их даже не видно. Тонна шкварок и грязи. Да, это всё в комплекте. Кулер процессора на стяжках. И отсутствие двух болтов крепления радиатора у видеокарты. Ну, шикарно, согласитесь. Само собой понятно, что по ТТХ это будет дно. Просто днище. Но сегодня, чтобы узнать, насколько всё это дело хоть как-то актуально в 2020 году, мы с вами в него нырнём. Ну что же, погнали! И начнём мы с просмотра объявлений. Хороший компьютер для школьника. Подойдёт для просмотра фильмов, фото и так далее. Это ж насколько нужно не любить ребёнка. Подойдёт для нетребовательных игр. Запускается быстро. Также и выключается. Ну, конечно, если с блока питания его дёрнуть, да? Стоит хорошая. Хорошая видеокарта! О, мать моя женщина, дай мне сил. Следующее объявление. Продам надёжный, надёжный компьютер. Чистая система антивирус офис-браузер. Атлон 4200+, 2 гига, 80 гигабайт диск. Качественные комплектующие. Компонентами, если собирать, существенно дороже выйдет. Ну да, по мусоркам пройтись же дороже. Дороже, чем 1000. Ох, блин. Следующее объявление имеет очень короткое описание. Полное боли. Компьютер для работы или в офис. Это ж насколько нужно не любить себя или своих работников. Знаете, если вас заставляет работать на таких системах, вас ни во что не ставят. Бегите оттуда. Это просто боль. Системный блок, антивандальный корпус. Мощный блок питания от, блин, банкоматов. Дожёванный бобёр. Что с вами не так? И пока у меня не случился нервный срыв, последнее объявление. Продам свой ПК. Подойдёт для работы и старых игр. Ну и, пока меня не хватило удар, пожалуй, просмотр объявлений мы закончим. И перейдём к нашей сборке. И перед тестами минутка важной информации. Практически все зрители канала смотрят видео без подписки. Ребята, подпишитесь на канал. Это напрямую влияет на качество и количество контента. Вам не сложно, мне приятно, все в плюсе. И пробежимся по системе, которая досталась нам. Intel Pentium 2140. 775 сокет. Два ядра, два потока. Два гигабайта DDR2 памяти. Видеокарта. 9500 GT. В тесте CPU-Z в однопотоке мы выбиваем 64 попугая. В многопотоке 129. В тесте CPU-Queen мы выбиваем 6787 попугаев. Тест кэша и памяти от AIDA64 выдавал ошибку. Что удивительно. Поэтому смотрим следующим образом. Скоростя, конечно, такие себе. Но всё-таки это 775 платформа. И это DDR2 память. Тут лучшего ожидать и не приходится. 4289 на чтение. 3283 на запись. 3470 на копирование. Задержки 132,2 нс. И вот мы всё подключили. Всё включили. И обнаруживаем, что у нас не работает клавиатура. А всё почему? Всё потому, что нужна клавиатура с разъёмом PS пополам. Дабы попасть в BIOS и работать в нём. В самой винде, само собой, USB клавиатура работает. И пробежимся по ряду игр, которые точно пойдут на этом компьютере. Погнали! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Сёрфинг интернета на этой машине возможен Не самый плавный, не самый быстрый, но всё же возможен Найти какую-то информацию, прочитать её, что-то скачать в принципе возможно можно ли с этого компьютера смотреть видео на ю тубе да можно но в разрешении не выше чем 480 и при разрешении в 720p картинка уже начинает дергаться при разрешении full hd картинка дергается нещадно перемотки очень долгие смена качества происходит долго но посмотреть можно если прям очень захотеть и будем делать выводы имеет ли смысл приобретать такой компьютер за тысячи рублей да конечно нет это пустая трата денег это абсолютные дрова которые уже ни на что не способны если только его вам не отдают бесплатно и встает он вам по факту в стоимость проезда на этом мы будем заканчивать всем огромное спасибо за просмотр ставьте лайки комментируйте подписывайтесь на канал впереди нас ждет еще очень много всего интересного всем пока